Модернизация образования и ремонт медицинских учреждений. Это основные вопросы, которыми интересовался глава региона во время рабочей поездки в Ровенский район. Не обошлась она и без встречи с местными жителями. Обо всем подробнее Татьяна Кудасова. Нравится в школе дети? Да! Что изучаете? Математики. В средней школе села Скатовка Ровенского района кабинеты начальных классов уже оборудованы по новым стандартам. С каждым годом число первоклассников здесь растет. На базе учебного заведения проводятся методические семинары межрегионального и регионального уровней с предоставлением опыта работы. В целом школу губернатор остался доволен. Единственное, что, по словам Павла Ипатова, мешает модернизации образования и влияет на его качество компьютерный класс. Передать новое современное оборудование этому учебному заведению глава региона пообещал в течение месяца. Это, скорее всего, вторая категория, конечно. Она у нас стоит 21. Здесь она стоит 35. То есть в полтора раза дороже. Поинтересовался губернатор и ценами в сельском магазине. Стоимость многих продуктов несколько раз выше, чем в Саратове. По словам Павла Ипатова, это недопустимо. Как и неэффективное расходование средств, выделенных на ремонт медицинских учреждений. В Ровенской центральной больнице работы сейчас идут полным ходом и согласно графику. Главное, подчеркнул глава региона, здание нужно ремонтировать комплексно. В отдельных единичных районах пытаются отремонтировать пол здания. Деньги все туда тратят. Экономии, как правило, при проведении конкурсных процедур нет. При этом есть попытки попросить еще денег. А эти деньги мы можем выделить, только оторвав их у тех, кто эффективно конкурсы проводил и эффективно строил. И этого не будет. Встретился глава региона и с местными жителями. В первую очередь, людей здесь волнуют социальные вопросы. Нехватка льготных лекарств, отсутствие фельдшеров, неотрегулированная система поддержки молодых специалистов и плохие дороги. Все эти вопросы губернатор взял на личный контроль. Дорожный фонд со следующего года 3 миллиарда 700. В два с лишним раза количество денег увеличивается. И здесь, в Ровенском районе, было где-то порядка 17 миллионов. Вот в этот текущий год. В следующем году это 40 миллионов. Деньги будут выделены. Приоритеты определяет администрация района. Около 30 вопросов Павлу Патову задали жители Ровенского района. Большую часть из них, отметил губернатор, решить может и муниципальная власть. Главное, не игнорировать просьбы людей и не ждать приезда вышестоящих лиц. Татьяна Кудасова, Алексей Нояков, Ярослав Квитко. Вести. Саратов.